Так, Манчестер Юнайтед против Астенвиллы. Матч двух команд, которые находятся в совершенно разных ситуациях. С одной стороны, Юнайтед, который не критикует только ленивый и, в общем-то, сейчас считается признаком хорошего тона сказать что-то такое про Тенхага. С другой стороны, моя любимая Астенвилла под руководством Эмери, который действительно поражает всех в этом году и идет среди лидеров. И вот казалось бы, в тот момент, когда Астенвилла вышла вперед 2-0, действительно, все должно было вроде как закончиться по классической ветке сюжета Юнайтед в этом году. Потому что, ну вот Юнайтед, знаете, у них много классных игроков, много талантливых, перспективных ребят и так далее. И Тенхаг тоже не последний тренер на свете, как бы мы его не критиковали. Но вот что точно, потерял Юнайтед, даже по сравнению с временами Сульшера, так это яйца и характер. И поэтому, что-что, а камбэк в матче против команды Эмери, я себе просто не мог представить. Но это произошло. И давайте обсудим, каким образом. Начнем, конечно же, со стартовых составов. Итак, что мы тут видим? Он, она, на воротах у Юнайтед. Ну, оно и понятно. Эванс, Варан, Бесака и Далот, это оборона. Ну и здесь сразу можно пошевелить бровями, смотря на такую защитную линию. Варан, который хочет свалить и всем недоволен и вечно травмирован Эванс, который, не знаю, там, из дома престарелых вернули в Манчестер Юнайтед. Ну, в общем, здесь с самого начала стало понятно, что с такой обороной отработать на ноль не получится. В центре поля Майну и Эриксон. Тоже такая вот экспериментальная связочка. Без, я напомню сейчас, без Казимиру играет команда. Это как бы во-первых. Во-вторых, что тоже очень серьезная в каком-то смысле потеря, сейчас отсутствует и, ну, так скажем, номинальная, наверное, второй по уровню, по качеству опорный хавбек команды Амрабад. Поэтому здесь центр поля был, конечно, рискованным. Тем более, что и Мак Томиной появился только по ходу встречи. Рэшфорд, Фернандес, Гарначо и Хейлун в атаке. Ну и да, Гарначо, которому предстоит стать героем встречи, как и Хейлун, который, на удивление, многих даже смог забить. Что касается виллонов. Тут Эмилиана Мартинес на воротах. Вот, казалось бы, какова разница между галкиперами. Он, она, который славится своими привозами и косяками. И Мартинес, который герой чемпионата мира. То есть здесь многие ждали, что на фоне возможного бенефиса одного галкипера будет косячить другой. Но они немножко прогадали здесь со своими, так скажем, прогнозами. Лангле и Диего Карлос в центре защиты. Бывшая, скажем так, испанская двойка. Один из Севильи, другой из Барселоны. Лука Динь тоже из Барселоны на левом фланге. В общем, как ни крути, ни мытьем, так катанем. Но Эмили постепенно привозит сюда футболистов из своего чемпионата конца. На другом фланге Дэн Донкер и Дуглас Луис в центре поля. Макгин Бейли Рэмси в атакующей группе вместе с Уоткинсом. Ну что тут можно сказать? Состав, ну, наверное, не самый оптимальный. Есть тут свои нюансы. Ну и говорить про то, что это, я не знаю, какой-то сверхкризисный состав не приходится. Тем более, это как-то и неудобно говорить в противостоянии с Юнайтед, у которых своих травм и своих проблем хватает. Ну и, в общем-то, знаете, даже при всех определенных нюансах, которые есть в составе Астонвиллы, а у них хватало и проблем, и травм, и всего остального, и хватало потерянных футболистов, но в первые полчаса игры все складывалось просто идеально для команды. Вот, знаете, как по нотам. То есть Астонвилла плотно и успешно защищается, чувствует себя прекрасно. И при этом достаточно успешно сжалит контратаками и контровыпадами. И поэтому здесь, да, то есть можно долго рассуждать касательно потерь, что там нету Тилиманса, нету там и Пау Торреса у Астонвиллы, хотя, еще раз повторяю, проблем в составе Юнайтед их еще больше, чем у Астонвиллы, где там Пау Торрес не был готов играть с первых минут, или отсутствовал Юрк Тилиманс. Но, тем не менее, Астонвилла при всем при этом смотрелась очень неплохо. У Юнайтед были традиционные проблемы с позиционной атакой. Юнайтед не знал, что делать с мячом, когда снаряд у них. Юнайтед при этом не мог толком воспользоваться контровыпадами в тех ситуациях, когда Астонвилла уже шла вперед и теряла мяч в каких-то ситуациях. И вот здесь был полный трындец, потому что первые полчаса игры Юнайтед, я даже не знаю, они вот создали хоть что-нибудь. Ну, в плане опасных моментов я ни черта не могу вспомнить. То есть это было очередное вот это бессмысленное ваттокатание от Тенхага, когда команда не знает, как действовать в позиционной атаке. И при этом, ну вот опять же, если мы возьмем статистику, первые 30 минут удары 4-1 в пользу Астонвиллы. Стоит ли удивляться, что этот отрезок закончился забитыми мячами? Кстати, при этом хотелось бы отдельно отметить, что Астонвилл, в общем-то, тоже ничего запредельного все-таки не показало в этом эпизоде матча. Но Астонвилла продемонстрировала умение пользоваться косяками соперника, потому что два розыгрыша со стандартов, причем, понимаете, два успешных стандарта подряд, но это уже говорит как бы о многом. И о том, что вот эта защита Юнайтед, она, конечно, здесь мышей не ловила. Дальше во втором тайме тот же самый Эванс, например, очень здорово себя проявит. Например, перед забитым мячом Хейлона, когда Манчестер вышел вперед, именно Эванс героическим, таким, знаете, эффектным блокшотом смог спасти фактически свою команду от пропущенного мяча. Поэтому здесь вот если брать первый тайм, то это был провал, конечно, для Юнайтед. А во втором тайме и атака команды преобразилась, и защита, черт возьми, Джонни Эванс, как будто сбросил лет 10 или 15 и снова показывает очень качественную игру на последнем рубеже, как я уже сказал, периодически просто спасая свою команду. То есть эта команда Юнайтед, она специфическая, но, как показала практика, даже вот этот состав с кучей травм, потерь, с кучей ветеранов списанных, даже этот состав может играть реально круто. И поэтому здесь главный вопрос, что произошло в перерыве. Вот серьезно. Я не понимаю, что мешало Юнайтед изначально так играть. На второй тайм они вышли совершенно другими, на совершенно других скоростях. То, как Гарначо, Бруно и все остальные разгоняли атаки. То, как они перехватывали мяч, а там один из забитых мячей Юнайтед начался как раз с отбора от Бруно Фернандеша, то есть какой-никакой, но прессинг и отбор пошел, которого вообще не было в первом тайме. Каким образом защита преобразилась? Для меня все это загадка. Но в сухом остатке второй тайм стал настоящим шоком. То есть здесь можно предположить, что Астон Вилла вот как-то расслабилась. Тем более, что Юнайтед, кроме отдельно взятых моментов в концовке первого тайма, не подавал признаков жизни. Можно предположить, что Эмири в каком-то смысле, ну не знаю, недооценил тоже соперника. Потому что во втором тайме Астон Вилла владел мячом практически 50 на 50 с Манчестер Юнайтед. И это как бы ведя в счете большую часть второго тайма. Ну о чем это говорит? О том, что Эмири не пытался закрыться и удержать нужный счет. И пытался продолжать играть в том числе на каких-то равных основаниях. Баш на баш, атака на атаку. Наверное, все-таки на Улд Траффорде, даже ведя в счете 2-0 против кризисного Юнайтед, нельзя так действовать. Это слишком глупо. И вот здесь, наверное, Астон Вилла, конечно, тоже накосячила по-своему. Но то, что творил Юнайтед, это, конечно, шок и трепет. И вот, знаете, часто в таких ситуациях можно сказать, что замены перевернули ход игры. Так ведь здесь первая замена у Юнайтед произошла на 80-й минуте. А к тому моменту счет уже был 2-2, а через пару минут Херлун забил третий, выведя Юнайтед вперед. То есть здесь и замены не повлияли так-то на ход игры. То есть здесь можно было ожидать того, что Тенхак сразу после перерыва, понимая, что игра идет не так, выбросит в поле новых футболистов, и они покажут себя. Но ведь и этого не было. То есть тот же самый состав, который провалился в первом тайме, во втором вышел и вынес всех и вся. И тут, как я уже сказал, Астон Вилла в каком-то смысле действительно подставилась. Она позволила Юнайтед играть на хороших выходах из обороны в атаку, на хороших скоростях. Например, сразу после перерыва был момент, когда Юнайтед как раз-таки на свободных зонах, в отличной контратаке забил мяч, правда отмененный из-за офсайда. Вот, наверное, здесь уже можно было призадуматься. Здесь можно было подумать Эмире и решить, что да, мы все-таки слишком рискуем. Вот так вот смело играя на Олд Траффорд против Юнайтед. Можем доиграться. Но Астон Вилла продолжала гнуть свою линию. Во многом потому, что у Вилланов во втором тайме было достаточно много хороших моментов. Бейли был хорош, другие футболисты. Вообще, строго говоря, Астон Вилла во втором тайме упустила очень много эпизодов. Астон Вилла, кстати, здесь ненамного отстала от Юнайтед по количеству ударов. И, в принципе, Астон Вилла могла забивать больше, если бы Астон Вилла во втором тайме. В какой-то момент реализовала свои моменты. Ну, возможно, мы бы говорили наоборот. О тренерской смелости Эмире. О том, что он продолжал играть в открытую против Юнайтед. И хотел добить соперника. И добиться более убедительного результата. Но в итоге Эмире, как видимо, заигрался в этой ситуации. Нужно было идти в закрытую. Нужно было максимально уплотняться. Особенно после пропущенного незасчитанного мяча. Но в итоге, получите, распишитесь. Фактически, Юнайтед провел большое количество скоростных атак во втором тайме. Даже в той ситуации, когда они уступали в счете. И таким образом, они максимально реализовали свои преимущества как раз в этом. В скорости. Юнайтед плох, когда он работает в позиционной стоячей атаке и не знает, что делать с мячом. Но Астон Виллу во втором тайме позволило вот этому Гарначу, вот всем этим ребятам Решфорду, Херлну тому же самому, разогнаться. А это самое страшное. И в итоге, как раз вот этот бегущий Юнайтед и вынес Астон Виллу тремя мячами подряд. И все они, ну, во многом похожи и во многом, знаете так, едины в ошибках Астон Виллы. Которая просто упустила нужную плотность. Которая позволила сопернику действительно работать здесь на свободных зонах, на пространстве. И это, по сути, Астон Виллу здесь и погубило в данной отдельно взятой игре. Это, конечно, меня озадачило больше всего, потому что пропущенный гол не засчитанный. Но он как бы должен был на что-то намекнуть. А так дальше получить распиши здесь. 60-я минута, как я сказал, Броно Фернандеш делает здесь перехват решающий. И дальше очень классная атака, расписанная через Решфорда и Гарначо. После этого следующий гол уже Гарначо сам разгоняет. И да, тут, конечно, удачный отскок, все дела. Но, тем не менее, везет тому, кто везет, как говорится. И здесь Гарначо забивает второй мяч. Ну и дальше здесь уже, в этой ситуации, казалось бы, что может быть еще круче для Юнайтед. И вот, пожалуйста, здесь удачный отскок, опять же, на ногу Херлуну. И тот пробивает с Айкашетиком туда, куда нужно. То есть, да, тут можно долго рассуждать про то, что в эпизоде со вторым и третьим мячом повезло с отскоками. В эпизоде с первым мячом, ну, Астон Виллу, видимо, расслабилась и не ожидала перехвата от Бруно. Но, тем не менее, общий ритм игры был такой, что Юнайтед пошло, поперло. И да, им везло в каких-то эпизодах. Но, тем не менее, вот эти скоростные атаки в первом и втором забитом мяче, другие эпизоды, все они говорят о том, что Астон Вилла просто развалилась на ходу. При этом Астон Вилла, да, создавала момент у ворот соперника, но здесь у них включилось поразительное расточительство по опасным моментам. Вот, опять же, если бы они забили хоть один из своих эпизодов во втором тайме, результат, вполне возможно, был бы в корне иным. И мы бы сейчас обсуждали поражение Юнайтед и, возможно, не знаю, там, отставку Тенхага. Но, по факту, мы обсуждаем победу манкунянцев и их героические комбэн.